Утрата способности к сосредоточению, ослабление контроля над умственной деятельностью и волей, сверхвозбуждение, вызывающее эйфорию, серьёзные нарушения памяти, мозговых функций и нервной и мускульной координации, внушаемость, истерию и даже галлюцинации, гипнотическое или каталептическое состояние, превращающее личность в подобие зомби, необузданные порывы к разрушению, вандализму после концертов, депрессивное состояние, особенно при сочетании музыки и наркотиков. Известный на Западе музыкальный терапевт Адам Книст в отчёте о десятилетнем исследовании характера воздействия поп-музыки на человека пишет «Основная проблема действия поп-музыки на пациентов, которыми я занимался, обусловлено мощностью звука, который вызывает истощение, панику, расстройство пищеварения, гипертонию, необычайное наркотическое состояние». Рок не является безобидным времяпрепровождением. Это наркотик, более смертоносный, чем героин. Теперь давайте более подробно разберём воздействие громкой музыки на органы слуха. Ведь, как правило, музыку старается слушать, как говорится, на полную мощность. При длительном воздействии на человека мощных звуков и шумов происходит перевозбуждение клеток коры головного мозга, нарушается их работоспособность, в итоге понижается острота слуха, ускоряется процесс старения организма. Согласно санитарным нормам, в жилых помещениях допустим уровень шума 30 дБ ночью и 40 дБ днём. Во время занятий в школах он не должен превышать 55 дБ. А вот данные для сравнения. Шелест листвы – 25 дБ. Шорох бумаги и тиканье часов – около 30 дБ. За увлечение громкой музыкой, особенно модной в наше время, многие тысячи подростков расплачиваются приобретённой тугоухостью. Однако нигде нет закона, который бы защищал посетителей дискотек и рок-концертов, где сила звука часто превышает 85 дБ. Для сравнения, звук силой 80 дБ примерно соответствует треску машинки для стрижки газонов. Звук на дискотеках можно сравнить со звуком, который слышит человек в 100 метрах от взлетающего авиалайнера. В среднем фанаты рок-музыки за год бывают на 18 концертах и просиживают по 400 часов перед мощными звуковыми динамиками. Для такого потока звуков волосяные клетки во внутреннем ухе не приспособлены, и со временем они отмирают. Отмирание половины из них ещё не ведёт к ощутимой потере слуха. А если погибает больше половины, человек погрузится в мир, в котором не слышно шелеста деревьев, жужжание пчёл. С потери всех 30 тысяч слуховых ворсинок человек попадает в мир безмолвия. Ухудшение слуха из-за шума относится к неизлечимым заболеваниям. Восстановить повреждённый нерв хирургическим путём практически невозможно. Учёные заявляют, что чрезмерный звук опасен для здоровья. Учёные из Института неврологии в Катанзаро, Италия, утверждают, что влияние психотропного средства под названием экстази на электрические процессы в головном мозге значительно усиливаются в сочетании с громкой музыкой. Исследователи изучали воздействие музыки на электрическую активность мозга крыс. Громкость музыки соответствовала уровню, характерному для ночных клубов. Выяснилось, что у крыс, находившихся под влиянием экстази, добавление громкой музыки удлиняло эффект наркотика до пяти дней. Исследование же канадских учёных показало, что прослушивание музыки на большой громкости во время управления автомобилем может ухудшить реакцию и привести к дорожно-транспортному происшествию. Под громкую музыку на выполнение физических и умственных упражнений уходит примерно на 20% больше времени. Исследование британского королевского автомобильного клуба показало, что под громкую музыку вероятность проезда на запрещающий сигнал светофора удваивается. Швейцарские учёные доказали, что после рок-концерта побывавшие на нём слушатели реагируют на раздражители в 3-5 раз хуже, чем обычно. Исследования группы врачей под руководством Боба Ларсена показали, что низкочастотные колебания, созданные усилением бас-гитары, которым добавляется повторяющееся действие бита, в значительной мере влияют на состояние спинномозговой жидкости. Эта жидкость, в свою очередь, непосредственно влияет на слизистые железы, регулирующие секрецию гормонов. Нарушается равновесие половых и надпочечных гормонов, происходит изменение уровня инсулина в крови. Результат? Различные функции контроля нравственного торможения спускаются ниже порога терпимости или целиком нейтрализуются. Едва ли не общим выводом в исследованиях такого рода считается разрушительное воздействие на человеческий организм сверхгромких звуков. Подобную музыку специалисты называют музыкой-убийцей или звуковым ядом. Известно, что в годы Холодной войны в США проводились специальные исследования по использованию музыки в военных целях. Как дезорганизовать армию противника? Как посеять в людях страх и тревогу? Как разогнать бушующую толпу? Американцы пытались найти универсальные музыкальные композиции, с помощью которых можно было бы влиять на массы. Цель этих попыток выражалась в следующем. Если нужно, звуковой ряд должен был вызывать панический ужас, подавить волю к сопротивлению, вызывать боль и смятение в душах людей. Эти исследования дали свои плоды на практике. Метод угнетения сознания и подавления воли при помощи тяжелой музыки и стробоскопов широко используется при пытках заключенных в американских концлагерях, особенно в печально известном лагере Гуантанамо. Хотя медицинский аспект воздействия поп-музыки на человека изучен уже достаточно хорошо, на практике выводы исследователей совершенно игнорируются. И вовсе упускается из виду другая, неведомая религиозно-несведущему человеку опасность. Тысячи лет известно, что звуки и музыка способны оказывать очень сильное влияние на состояние человека. Ее сила заключается в том, что, минуя разум, она прямо проникает в душу, в подсознание и создает настроение человека. Еще Конфуций говорил, что музыка дает власть над людьми. Музыка – это не только развлечение, но и в известной мере проповедь. Она неизменно выражает мировоззрение композитора и может быть сильным оружием в руках злонамеренных сил. Наблюдения известного психолога Джона Каппаса показали, что люди очень восприимчивы ко всему сказанному в песне, и путем насыщения чувств музыка может вызывать в слушателей то возбуждение, то меланхолию. Каждый раз, когда сознание перегружено, люди будут воспринимать все, что внушается им в это время, потому что они утратили самозащиту. Люди покидают концерты в крайне восприимчивом состоянии. Музыке свойственно ослаблять мышление и создавать настроение. В начале 90-х годов Национальная ассоциация преподавателей и Американская академия педиатров выразили тревогу по поводу отрицательного влияния некоторых современных песен. Эти общественные организации заявили, что некоторые типы музыки и видеофильмов способствуют утверждению недостойных человека вредных чувств и плохого поведения путем внушения, оправдания, поощрения насилия, вандализма, убийства, злоупотребления наркотиками, самоубийства, человеческих жертвоприношений, деградации женщины, детей, человеческой расы, зверства, садизма, мазохизма и других извращений. Одно из исследований показало, что из 700 самых популярных песен тяжелого металла 50% говорят об убийстве, 35% о сатанизме и 7% о самоубийстве. Современная музыка насыщена элементами внебрачного совокупления, супружеской измены, гомосексуализма, изнасилования и некрофилии. Нередко в песнях призывают совершать секс с кем захочется. Параллельно с этим происходит деградация понятий «женщина», «мать», «девушка», «невеста». Все они становятся объектами безудержной животной половой страсти. Кроме секса и насилия, современная музыка содействует злоупотреблению наркотиками. Не секрет, что сами исполнители музыки становятся рабами наркотиков. Но самое страшное в этом то, что на них смотрят и им подражают миллионы молодых людей со всего мира. Специалисты по работе с трудными детьми утверждают, что в поступках молодых людей они неоднократно наблюдали отражение морального поведения их музыкальных кумиров.